Рак Сейчас ждем пока народ набежит Как обычно Не, не стригся Просто после ванны В общем О, Пашка, привет Слушай, не знаю Мы там в какое-то другое заведение пойдем Диван, салют Салют Ком-трансу зайдешь Со всеми перездороваешься В общем, я хотел сказать Насчет вчерашней речи Пару слов, чтобы было понятно, о чем я Говорил Когда я говорил о том, что мы умнее Предыдущего поколения Неоспоримый факт Касающийся Подхода К жизнедеятельности Ну Осознанию политической Свободы И осознанию Как работает государство В принципе У нас намного-намного Образование нынешнее поколение Молодежи Намного больше понимает Чего не понимали наши родители Ну Типа Сколько я не разговариваю там С родственниками старшего поколения Они очень слабо понимают Как распределяются налоги Не только мои В этом-то фишка Да и вообще в принципе слабо разбираются В чем-то ни было Кроме своей узкой специальности Они привыкли к тому, что В СССР их распределяли За ними следило государство Только это лишает Бесконечно огромных возможностей Которые есть У людей Которые должны быть у людей Точнее В том числе бизнес Какое-то особое развитие Или там Положение в обществе Типа Старая советская система Которая движется В нашей государстве снова Оно Такое Кастеизированное Ну От слова Каста Ну Ни один русский человек Не должен быть обречен На то, чтобы Быть в какой-то касте Люди должны Ну Должны работать Социальные лифты Нормально суды Работать Нормальная система Налогообложения Должна по хате Не как регионы Отправляют все бабки В Москву За кое-то хуй А сами развиться не могут Короче Куча всяких херней С Навальным Ну не пообщался Мы с ним Поздоровались просто Ну Да все Поэтому не нужно воспринимать Моя вчерашнюю речку Как оскорбление Стариков Вот Просто я верю в то, что Люди Моего поколения Намного Свободолюбивей И сами могут справиться Со своей информацией В частности Вчерашний митинг был За свободу информации Вообще в принципе За свободу интернета В ряду того, что Не, меня пригласили на митинг Светов меня пригласил Написал в твиттере Потом в телеграме списывались А Насчет чего Сбили меня Смыслы А Насчет самоуправления И свободы информации Вот К чему я говорил О том, что мы сами Разберемся со своей страной Я считаю, что Типа Нельзя Перекладывать Вписанность За Кензуру На государство Ни в коем случае Потому, что Он начинает ее использовать Крающими методами Это раз Во-вторых Потому, что Люди должны сами Понимать, что Плохо А что Хорошо Хотите, чтобы люди Не становились экстремистами Не нужно запрещать Экстремистские материалы Нужно их образовывать Правильно Доступно И Обширно Чтобы люди знали Правильную историю Чтобы люди Распирались в политике Вот И типа В ряду этого И были мои слова Насчет того, что Мы разберемся сами Со своей страной Я не буду Перекладывать Ответственность На государство И жаловаться На какие-то там Телеканалы Или интернет В котором мой ребенок Найдет какую-то хуйню Я буду ругать сам себя За то, что мой ребенок Нашел какую-то хуйню И то, что я не нашел Времени Объяснить ему, что Это хуйня Вот все Ксюша, салют Вот Короче Что там еще? Какие там были еще словечки? Насчет кучи 93-го года Очень много людей Мне сказали Насчет того, что Типа, тогда Наоборот, свобода умерла Ну, типа Я знаю, что Советское Союз Разлетелось в 91-м Мне нужно там пиздеть Куча была в 93-м Я просто к слову о том, что Вот я как родился Именно в тот год Начались Масштабные реформы И всей херни И очень много людей Типа 90-го года рождения Ну и вплоть до 2000-го Они, будучи детьми Заставали эту херню Ну вот Они захуярят Трансфер на час Вот Ну по страху Типа Страх забирает Половину жизни Потому что Если ты чего-то боишься Ты чего-то не делаешь Ты не можешь там прыгнуть с лебедки Не можешь позволить себе Полететь на вертолете Не можешь позволить себе Высказывать какие Ну свои мысли А не можешь позволить себе завести какой-то бизнес Потому что боишься что-то делать Страх забирает половину жизни Нельзя отдавать страху нихуя Страшно делай Мне страшно Я делаю похуй абсолютно Ну ладно Короче, вот такой какой-то Ты боишься в Минск? Почему я боюсь в Минск? Логика такая у тебя вера Кстати, я ни разу на этот вопрос не отвечал Короче Ну, я крещеный, естественно Я изучал эзотерику В, по-моему, 2014-2015 году Ну, разные сферы Вот, в итоге очень сильно разочаровался Трансперсональную психологию изучал И, короче, в итоге Из всего того, что я навычитывал Что я увидел по жизни Из всего того, какие выводы я сделал Я в итоге пришел к одной такой структуре Которая меня, в принципе, удовлетворяет А это Божественная Матрица Ну, не поповерим, а как так и есть Легче всего это объяснить на примере колеса Не человек, который изобрел колесо Изобрел колесо А потребность, ну, общества В этом колесе изобрела колесо То есть Божественная Матрица Это, ну, просто считайте сеткой И мы все являемся точками В этой сетке То есть это можно называть Божественной Матрицей Можно называть социальной Матрицей и чему угодно То есть потребность в чем-либо Из этой сетке заставляет Какое-то из ее звеньев что-то делать Ну, вот как бы вот так это все работает И я считаю то, что, ну, типа Вера, она не дает окончательных ответов на вопрос Ты никогда не можешь прийти от следствия к причине Вот никогда нету такого Ну, рациональной причины То, что Во что верю я в эту Матрицу Так называемую Мне кажется, она Дает большие свободы Для интерпретации процессов Которые происходят вокруг Вот А чего мне все мажут Комменты пишите Я за иллюстрацией Что мне тут думать Люди, которые голосовали за закон Димы Яковлева Должны уйти из власти И никогда в нее не приходить Люди, принимавшие пакет яровой тоже Должны уйти из власти И никогда туда не приходить Короче, я сейчас выкрою последнюю сигу Потому что мне собираться надо Ты счастлив на букинг? Думаешь, лейбл делает тебя счастливым? Или творчество? Или еще что-нибудь? Такие отдельные моментики Я несчастлив Клипы будут, клипы будут летом Сигары мне не нравятся Мне 24 года С Минска мне не дают разрешения К сожалению Конечно, я выступление готовил заранее Ну, в смысле Перед тем, если 10 тысяч человек Я буду выходить и какую-то хуету мямлить Естественно, мне нужно было подготовиться Ну, я для себя в голове прикинул Какие-то то есть Все равно меня понесло Но, типа Старался придерживаться Огромный адреналин просто ебашит Когда туда выходишь Привет, Дань Ремонт идет Курю часто Сейчас кинул 4 килограмма За 2,5 или 3 недели Не помню Вот после киллстейчна я вернулся С турой Я поменял питание Я не помню, какое это число было Просто, по-моему, 11 К либертарианству мне нужно Побольше разобраться В либертарианстве Прежде чем его судить Но мне определенно не нравится Позиция, что, типа Армия там и полиция должны быть частными Потому что я не представляю Как это может функционировать Друг с другом у разных общин Мне кажется, это Ну, слишком идеализированная байда В Киеве на концерте Сколько народу будет Откуда мне знать Сколько будет народу Уже еще не было Когда будет концерт Когда я скажу Сколько народу 104-й Крутой, что про него Рассказывать Очень крутой Сори Кепки Я не люблю сам Кепки Поэтому не хочу Выпускать Кепки Может, если сильно Нужно будет Людям сделаем Я просто Мне не нравятся Кепки Вон, блядь Залетают Там Из тупо Фиров Ты пипичку Пробовал Чью Вопросы Ибантяев Просто Буду бросать Курить Когда будет Ребенок Мне кажется Мне кажется Будьте Что перед Анаугурацией Путина Слишком много Кипиша Не в его пользу Почему Это должно быть Странно Как есть Так есть Получает То, что Заслужило Что скажу На высер Соловьева Ну, блядь Пошел На хуй Вот, что Я ему скажу Нажрался В смысле Ночью Я пил Я проебал Очки Своей Ребан В заведении Все Надо возвращать Что здесь Планируется Тур осенью Чувак У меня Прямо В инстаграме Есть, блядь Афиша Тура 12 городов На других Фестах Кроме БМ Не буду Все, ребят Я докурил В общем Еще раз Информация Про тур У меня В инстаграме Есть афиша По-моему Там вроде Первая пикча Или что Заходите На сайт Коментур Дотком Точка Ком И там 12 городов Или 11 Я не помню Все В принципе Все, что я хотел сказать Давайте Пока